всех приветствую сборка 3510 довольно таки интересный системный блок по исполнению такие не часто у нас появляются есть ряд решений которые направлены на то чтобы компьютер получился просто очень симпатичный очень красивый ну как мне кажется вполне это все дело получилось у этого системника даже есть определенная история по сборке но не получилось мне вчера на youtube эту историю выложить заблокировали видео из-за того что там была музыка то которая кому-то принадлежит в общем крупные корпорации завладели всем музыкальным контентом казалось бы ну я думаю что сегодня переделаю этот ролик и выложу ролик делался для канала моей дочки маленькая семилетняя девочка которая решила вести свой youtube канал и мы все толпой этот системник вчера собирали ну и чтобы контент был необычный здесь и выбор железа тоже направлен еще и на определенную эстетику хотя получился на самом деле очень классный системный блок нам зашел не до недорого процессор ryzen 3 3 100 и она даже по цене получается очень очень вкусная машинка но эти вещи которые добавляют красоту на самом деле не так уж прям много стоят а хуже от этого не будет наоборот мне кажется весьма и весьма получилось круто ну и перейдем к железкам системник у нас построен на базе процессора nd ryzen 3 3 100 это поколение zen 2 младший процессор в этом поколении 4 2 8 потоков немножко он переигрывает а и 3 10 100 10 105 не прям намного но за счет более продвинутого поколения все-таки он немножко да помощнее за 2 вообще как бы процессором те которые с интелом легко конкурируют но единство что они сейчас на сегодня очень здорово подорожали intel и все-таки получается интереснее по цене но в данной сборке не так уж прям это все заметно ценник здесь довольно таки вкусный базовая частота 3600 мегагерц до 39 разгоняется это примерно так же как и у intel а где базовая частота не 2 и 9 не 2 и 8 процессор не сказал бы что греется но так как кушать он умеет особенно если поставить его на приличную материнскую плату то нужно ставить сюда либо хорошую систему воде воздушного охлаждения это будет тысячи за полторы на четырех трубках на здесь была применена такая водянка кулер мастер первый раз я ставлю я чувствую что буду их постоянно брать кулер мастер liquid мл-120 р версия rgb два вентилятора в комплекта в комплекте с rgb подсветкой спереди сзади можно было кстати обойтись одним вентилятором ну опять же все тут ради эстетики а крутая водянка тем что здесь довольно таки продвинутый контроллер с rgb подсветка идет прям такая штука классная я сейчас я наверное сразу покажу видите какой хитрый модуль целый пульт управления причем самое интересное что к нему по usb проводу подключается вот этот вот контроллер и можно управлять подсветка вентиляторов и заводить сторонние устройства которые обладают rgb подсветкой как 4 пиновой так и 3 пиновой здесь очень много всяких переходничков комплекте даже чересчур много не остались и уже с помощью программного обеспечения задавать тот режим подсветки который нам нужно мы блок питания у этого системника который обладает rgb подсветкой раку сайлан также за параллели на этот контроллер и можем управлять подсветкой в том числе и блока питания но учитывая что программное обеспечение может работать из памяти и создан накопителем в общем здесь можно сделать все что угодно ну разве что надпись об конкор от корпуса мы регулировать не можем она просто подключается по разъему садом такой корпус об конкор c450 м я ни разу еще не использовал как-то вот мимо меня проходила в этот раз решил его привести есть честно не пожалел очень мне понравился корпус все здесь продумано ну собственно это прямо один в один аналог за гейминга просто за гейминги мы уже ставили а тут хотелось что-то новенькое ну вот эта вот надпись об конкор конечно добавляет эстетики системному блоку интересный вот этот пульт управления тем что он крепится на магните то есть его можно прикрепить просто магнитом корпусу и расчет на то что никуда не денется но чтобы уж точно никуда не делся мы его конечно стянули стяжкой также с помощью этого контроллера можно управлять и вентиляторами также сюда на эти датчики в контроллер эти вентиляторы подключаются поэтому можем видеть и обороты регулировать в общем очень продвинутая система подсветки плюс управления вентиляторами короче водянка мне очень понравилось постоянно буду я чувствую ставить очень много режимов работы подсветки есть какой-нибудь аурус от можно на материнскую плату вешать но аурус не умеет своим программным обеспечением делать этот вот радужную подсветку rgb то с помощью контроллера либо программное обеспечение от кулер мастера это все дело управляется материнская плата здесь у нас в среднем цену на диапазоне на б 550 чипсете построена аурус пропы форм-фактор микро от x обладает 12 фазами питания в принципе абсолютно любой процессор сюда в будущем можно поставить и третью четвертую пятую серию ограничений на самом деле вообще никаких нету с любым процессором мать справится ну и водянка водянка у нас рассчитана на 160 ватт а на самом деле что двухсекционная что трехсекционная проблема современных процессоров то что они тепло не могут передать этому медику на плате 4 слота под оперативку максимальный объем 128 гигабайт 4 по 32 гигабайта модули можно поставить чипсет умеет разгонять как процессор так и память здесь ограничений каких нет есть два разъема ультра м2 один сверху изначально штатно прикрыт своим собственным радиатором и есть под видеокарты еще один разъем тот который сверху под радиатора мы убрали сам радиатор просто создан накопитель у нас с rgb подсветка и надо чтобы это все дело у нас светилась ну а второй накопитель если надо быть можно поставить накопитель на 500 гигабайт с интерфейсом nvme adata xpg spectrix s20g обычный стандартный накопитель только красивый обладает собственно радиатором радиатор для накопителя на самом деле вещь очень полезная они умеют греться и тут лучше брать с ними либо ставить штатный от материнской платы прикреплять через терморезинку чтобы они охлаждались просто усата накопитель зачастую корпус является охладителем какой-нибудь samsung берешь он весь алюминиевый поэтому то и живут подольше наверное видеокарта gtx 1650 на 4 гигабайта производства hewlett packard карточки эти достаются у нас с определенных системников речки правда они по моему все закончились вот последние видюшки по хорошей цене у нас здесь есть ценники на них уже от 30 на 4000 а у нас она здесь посчитана за 27 500 память 2 по 8 кит комплект памяти team group называется она t force delta rgb на 16 таймингах у этой памяти наверно одна из лучших подсветок ргб очень ярко светит на всю сторону бывает вроде память с rgb какой-нибудь а дата конди 41 а светит очень слабенько здесь очень яркая подсветка на 16-х таймингах естественно в профиль завелась на частоте 3200 ну кстати говорят частота 3200 это родная частота поколения zan 2 zan 3 гибридов поколение zan 2 сильно по частоте память мы никогда не ставим системники обусловлено тем что не всегда профиль у памяти это залог что она будет на этом профиле стартовать чтобы никаких танцев с бубном не испытывать лучше довольствоваться такой средней частотой получить хорошие тайминги но не дай бог будет там 15 тайминг и 14 частота очень высокая не всегда это заводится поэтому память мы как-то никогда в сборке эксперименты клиенту не ставим есть человек закажет ради бога мы можем любую память привести любую поставить но тут уж на свой страх и риск блок питания конечно он красивый в первую очередь аэрокул сайлан ну на самом деле есть рассмотрит блок питания сертификатом как минимум 80 плюс то он вполне вкусный по цене но тут еще вот это rgb подсветка которая по 3 пиновому rgb разъем чеку подключается на этот контроллер и все вместе синхронизируется подсветку можно регулировать отключать переключать играться и так далее хороший мощный системник на самом деле получился все современные игрушки будут идти на разрешение full hd есть варианты апгрейда блок питания у нас позволит любую современную видеокарту поставить у корпуса тоже этих проблем не будет ни с охлаждением ничем сверху нас как видно то есть есть отверстие у корпуса закаленное стекло сбоку с тонировкой такой эффект хдр появляется подсветки более контрастная ну и по деньгам такой системник у нас получился 66 тысяч 400 рублей